Короче, в ночь 6 на 7 февраля 1920 года по приказу Ленина в Иркутске тайно и без суда был расстрелян главнокомандующий русской армии адмирал Колчак. Расстрел произошел у реки Ушаковки. Колчака не судили, не существовало и приговора. Долгое буксовавшее следствие было оборвано запиской в Реввоенсовет 5-й армии. Не распространяйте никаких вестей о Колчаке, не печатайте ровно ничего. А после занятия нами Иркутска пришлите строго официальную телеграмму с разъяснением, что местные власти поступили так до нашего прихода под влиянием опасности белогвардейских заговоров в Иркутске. Ленин. 6 февраля 1920 года во исполнение телеграммы Ленина было принято постановление Иркутского военно-революционного комитета о расстреле Колчака и Пепеляева. Вот и весь приговор. По сути, повторился сценарий расстрела царской семьи в Екатеринбурге в 1918 году. Тогда тоже следствие суды приговор заменило директива сверху. Большевистская законность снова торжествовала. Адмирал встретил смерть с офицерским мужеством, сохранив достоинство перед лицом вечности. С тебя лайк и подписка.